Силовой экстрим, помимо спортивной составляющей, еще и очень зрелищен. Выступления спортсменов становятся настоящим шоу. В Рязани такие мероприятия редкость. Уникальное мероприятие по меркам Рязани, соревнования по силовому экстриму. Последние соревнования, которые проходили в Рязани по силовому экстриму, были очень давно. Они проходили на площади Победы. Организатором тогда был всем известный Владимир Турчинский. С тех пор никаких мероприятий не проходило. Мы как организаторы решили вернуть данный вид спорта в календарь событий Рязани и Рязанской области. Донести до людей то, что еще есть богатыри на земле русской. Мероприятие скорее носило любительский формат. Организаторы специально подобрали веса таким образом, чтобы любой человек со спортивной подготовкой сумел попробовать свои силы и поучаствовать. Среди участников тяжелоатлеты, пауэрлифтеры, армрестлеры и другие представители силовых направлений. Здесь сохраняется, помимо всего прочего, борьба не только с весом самого снаряда, но и борьба именно конкурентная в плане того, что спортсмены будут выступать парами. Они будут видеть друг друга, кто сколько выполнил, тем самым заряжаться этой энергией и все-таки побеждать, двигаться, развивать свой характер, развиваться в физическом плане и достигать каких-то результатов. Упражнения известны всем силовым спортсменам. Это становая тяга на разы из пауэрлифтинга, подъем гантели одной рукой. Упражнения пул-пуш. Спортсмены толкают деревянное бревно. Упражнения фермерская прогулка, визитная карточка силового экстрима. Это, скажем так, прикладное искусство, демонстрирующее способность спортсмена взять большой вес и перенести его на какое-то расстояние. Мериться силами приехали спортсмены из Москвы, Белгорода и других городов. Два упражнения я, честно сказать, завалил, проиграл. Остальные три выиграл. Ребята сильные, молодцы. Неожиданностью стало, что я, грубо говоря, тоже рекордсмен России во многих упражнениях и проиграл два упражнения из них. Ребята сильные, молодцы. Для большинства спорт скорее хобби, серьезное увлечение. Допустим, победитель – сотрудник полиции из Москвы. На самом деле очень тяжело. Готовился на самом деле прям на износ, честно. То есть выжимал из себя максимум, потому что сроки поджимали. Это во-первых. Во-вторых, победа далась очень сложно. Я недоволен, наверное, четырьмя, может даже пятью упражнениями, которые я провел. Это не мой максимум. И, ну, хотелось бы немножко, конечно, улучшить свои результаты. В совершенстве действительно нет предела. Требовательность к себе – залог развития и успеха для организаторов в том числе. Подобные турниры не только поднимают настроение, но и боевой дух как участников, так и зрителей. В тройке победителей в весовой категории до 90 килограмм белгородский спортсмен Никита Меркер, Владлен Валяев из Брянска и Артем Кокарев из Воронежа. Свыше 90 килограмм москвич Александр Ромазанов, Дмитрий Хвостенко из Ямальского автономного округа, Максим Калинин из Саратова.